Усик Гассиев Поэтому посмотрим, что из себя представляет Мурат Гассиев, следующий соперник украинского чемпиона. Мурат Гассиев родился 12 октября 1993 года во Владикавказе и является осетином по национальности, поэтому на его плечах на ринге чаще можно увидеть именно флаг Осетии, а не России. Ему всего 24 года и в любительском боксе он практически не задержался, успев провести только 25 поединков и уже в 2011 году дебютировал на профи ринге. 26 июня 2013 года Гассиев стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC, отправив нокаут грузинского боксера Лимана Джамардашвили во втором раунде, а спустя еще полгода выиграл титул чемпиона Европы по версии IBF. После этого Гассиев отправился тренироваться в США, попал в зал к Абелю Санчесу, что считает одной из главных побед в своей жизни. Абель потрясающий человек, он очень мотивирует меня в зале, он как отец мне в зале, я очень уважаю его и то, как он относится к людям. То, что я приехал сюда тренироваться у Абеля Санчеса, это лучшее мое решение. Мы тренируемся очень усиленно и интенсивно, но бокс ведь не балет. Он готовит меня к бою и я уверен, что он точно знает, что нужно делать, чтобы преуспеть. Несмотря на то, что Гассиеву только 24 года, он уже является боксером экстра-класса в своем дивизионе. Дело не том, что он является непобедимым или что у него 19 досрочных побед из 24 поединков. Тут скорее нужно обратить внимание на то, что в последних трех поединках он побил чемпионов мира Дениса Лебедева, Кшиштофа Владарчика и Юниера Дортикоса. Какие главные преимущества у Гассиева? Гассиев ярко выраженный правша, что в бою с левшой Усиком может создать неудобства обоим боксерам, хотя оба не замечены в использовании грязных приемов, а полагаются на свое боксерское мастерство. У российского боксера мощный удар и гранитный подбородок, что он подтвердил еще до участия во всемирной боксерской суперсерии. А два боя в турнире только подтвердили это мнение. Перебить Гассиева нереально трудно, хотя при этом он принимает на голову много лишнего и необязательного. При этом он часто сближается без удара, любит больше работать на ближней дистанции и неукоснительно следует по пятам за соперником, устрашающе забрасывает его тяжелыми бомбами из обеих рук. А еще он не просто выкидывает удары, а делает это с высоким КПД и умеет быстро анализировать ситуацию, по сути, читая соперника. Отменное качество Гассиева – это работа по этажам. В поединке с Дортикосом в некоторых комбинациях он пробивал в голову не сильно, и тут же следовало мощнейший удар в корпус. Да, именно ударом по корпусу после нескольких ударов в голову Денис Лебедев был отправлен в нокдаун. На самом деле я бы выделил два главных качества Мурата Гассиева, которых действительно нужно опасаться Усику. Первое – это личность тренера. Абель Санчес намного умнее и опытнее Сергея Ватаманюка. В том же бою с Дортикосом Мурат четко выполнил план на бой, безукоризненно выполнив все тактически. Второе – благодаря последним победам Мурат стал намного увереннее в себе. Он почувствовал себя настоящим чемпионом. Когда он выходил на первый свой чемпионский бой с Денисом Лебедевым, он считался подающим надежды претендентом. Не более. Гассиев не был уверен в своей победе. И если бы результат был другим, Мурат по его принял, он сам об этом сказал. Теперь он почувствовал себя чемпионом. И бой с Лебедевым, Владарчиком и Дортикосом только закалил его характер. Впрочем, даже несмотря на все преимущества Гассиева, у Александра их тоже предостаточно. Усик техничный, быстрее, с лучшей работой ног и боксерским инстинктом. Вероятнее всего, в бою с Усиком Гассиев будет стремиться к нокауту. Ведь при правильной тактике на бой, россияне нам можно перебоксировать, встречаясь сериями и постоянно уходя с линии огня. У того же Лебедева это почти получилось. Усик может переиграть Гассиева по очкам, если не даст поймать себя на удар. А с вами был канал The Warrior. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, чтобы не пропустить очередные выпуски новостей. Субтитры сделал DimaTorzok